Сидели, слушали музыку и вдруг просто произошел резкий хлопок, у меня выпили наушники, я вышла из автобуса, я просто подняла глаза и поняла, что произошло что-то страшное, никого в автобусе уже не было. Мы получили различные травмы, кто-то ожоги, кто-то ранения, большинство все контузию получили, у меня получается из этих травм не берут в армию, а я хотел прыгнуть, спрашивать, мечтал вообще об этом всю жизнь и сейчас хочу. Этих молодых людей связали по жизни не только страшные воспоминания, они встретились в купе одного поезда совсем не случайно. По приглашению клуба байкеров «Ночные волки», ребята, пережившие теракт и участники общественной организации «Дети Сталинграда» ехали в Севастополь, где в выходные состоялось очередное байк-шоу. Эхо пережитых взрывов до сих пор дается в судьбах и убеленных сединок детей Сталинграда, у которых с ребятами, пережившими теракт, оказалось общее, получается, огненное прошлое. Время, провезенное в Севастополе, оказалось незабываемым для ребят и ветеранов из волгоградской делегации. Это были и душевные общения за круглым столом и посещение знаменитой севастопольской диорамы «Штурм Сапун горы». Но самым главным, конечно же, событием стало байк-шоу, которое провели хорошо знакомые волгоградцам «Ночные волки» во главе с хирургом. Шоу открыли выступления известных групп Алиса, Кипелов и другие. Ну а сам перформанс закончился взметнувшейся ввысь огромной фигурой родины-матери, вызовавшей одновременно восторг и гордость за прошлое и настоящее двух городов-побратимов одной великой страны. Крым! Россия! 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 На следующий день колонна байкеров из клуба «Ночные волки» проехала по улицам Севастополя. Жители российского города не сдерживали своих эмоций. Впрочем, жители Волгограда тоже снова услышат рев моторов байков «Ночных волков». Летом будущего года новое шоу «Хирурга» пройдет на берегах Волги и будет посвящено 70-летию победы в Великой Отечественной войне.